Всем огромнейший привет и вас рада приветствовать на своем канале. Мне очень часто пишут в комментариях мамочки, особенно деток, которые только-только становятся на путь особенного родительства. Аид, снимите, пожалуйста, видео. Для нас в данный момент это видео очень полезно. Это полезная такая информация. Как вы в начале становления пути на особое родительство, как вы это все восприняли, как вы это пережили, как вы это переосмыслили по истечению какого-то времени. Как это у вас все проходило, что вы делали, куда вы шли, как вы вообще не потеряли себя, как вы вообще взяли себя в руки и начали жить дальше. Это, наверное, тема будет актуальна всегда. Спасибо Аллаху, что идет рост подписчиков на моем канале. Я безумно благодарна людям, которые подписываются. Я безумно благодарна людям, которые подписываются не для того, чтобы какую-то гадость написать, да, а я благодарна людям, которые подписываются, потому что им это полезно, им это интересно, или людям, которые очень сильно переживают за состояние моего ребенка. Это очень дорогого стоит, и действительно я от души таким людям благодарна. Я уже снимала такого плана видеоролик, но вернусь, да, к тому, что зрители прибавляются, я каждый день снимаю влоги, и эти ролики ушли уже далеко вниз. Ну, и как бы вспомню, может, что-нибудь такое. Я уже неоднократно говорила о том, что я не пишу тексты, я говорю от души и то, что я считаю нужным, и то, как оно есть. Я не пишу в текстах, не заучиваю эти тексты, да, там, не подбираю нужные правильные слова. Я говорю, как оно есть. А те, конечно, зрители, которые со мной уже давно, они уже много раз это всё слушали, ну, может, они тоже для себя найдут что-то интересное. И смотрите, в сегодняшнем постановочном видеоролике, да, я могла бы себе сделать макияж, у меня на это было время, но я не стала этого сделать, я пошла только умыла лицо пенкой для умывания и вышла. Почему, я вам потом расскажу, и вы поймёте. Я уже вам говорила, что у меня Камилка второй ребёнок, да, и вот с такой вот проблемой её очень многих вопросов. Неужели вы не замечали ничего странного до того, как вам поставили этот диагноз, да? Смотрите, у меня, то есть, было такое сравнение Карина и Камила, они у меня погодки, и у нас у людей такое понимание, да, что, например, Карина сговорила раньше, и мне казалось, что Камила тоже должна так сделать, да. Почему она так не делает, ну, вроде бы, как она всё понимает, всё она делает, да, вот так же, как и Карина, просто только не разговаривает. И то, как не разговаривает, она говорила, падает, дед, вот такие она слова говорила, ма, и я вот уже тоже приводила такой пример, у нас были хомяки и попугаи, у неё спрашивали, Камилка, где хомяки? Где она? Где попугай? У неё были книжки такие, вот детские, она с ними любила играть, там разные геометрические фигурки, такие небольшие книжки, да, и, значит, там они разные, геометрические фигурки, фрукты, овощи, и вот когда говорили, Камилка, отдай, например, книгу там, где красное яблоко, она давала, то есть, вот тогда вышли только новые сенсорные телефоны, на планшет мы как раз только купили, она себе переключала, смотрела мультики, которые она хотела, всё-всё-всё, она это делала, и я как-то начала уже в 2 и 1, наверное, вот так вот присматриваться, что она вот не разговаривает, потому что мне все говорили о том, что вот она что не разговаривает, а Карина в этом возрасте у тебя разговаривает, вот это вот общественное давление, скажем так, оно давало свои результаты, свои, как бы, я по-другому начала на это смотреть, я начала действительно на это смотреть более пристально, и в 2 с половиной я пошла к неврологу, она мне сказала, что они до 3 лет не ставят диагнозы приходить в 3 годика. Повторюсь ещё раз, что ребёнок всё понимала, всё она делала, физически здорово, вот просто у неё слоги были, ма, па, дед, и всё. А так вот всё она делала, как дети делают в этом возрасте. Она сама ела с приборов, ходила в туалет, ходила гулять с нами, и, например, у подруги, у детей было день рождения, она нас пригласила в кафе, мне ещё тогда Кирилла не было, я пошла с ними с двумя на фрунзе пешком в корейский дворик, ну, кто с Евпаторией, кто знает это расстояние, да, всё нормально, она ещё тогда в очках солнцезащитных, такая модная, щеголяла, и, например, мы сидели за столом, она там танцевала, бегала и приходила обратно к нашему столу, то есть она запоминала, где мы сидим, чего у неё сейчас, например, нету, да. Ну, и в три года, ровно когда я три года в мае исполнилась, я побежала к неврологу, нам поставили первый диагноз, прописали лечение, нам поставили второй диагноз, вот, я её начала пичкать препаратами, которые нам прописывал врач, не я сама, вот, и у неё пошла полная деградация через взаимное количество времени, и когда ей становилось хуже, да, я просто там, ну, была в каком-то таком шоковом состоянии, как так, да, вот, что с ней происходит, а первое, вот, первый её потерянный навык, это было, где попугаи, где хомяки, вот это она в первую очередь забыла, потом у неё резко она начала забывать не по одному, а по несколько навыков, и здесь стоит учитывать, когда дают родители, особенно у деток советы, да, что у нас был откат, и это очень немаловажно при реабилитации или при занятиях тех или иных, вот, и откат такой серьёзный очень, мы ездили к сурдологу, то, что мне сейчас там советуют, хоть сурдолога посетить, ребят, вы посетите всех тех, кого мы посетили, мы посетили просто всех, и когда мы были у сурдолога, нас тестировал логопед, им нужно было собирать пермитку, она её собрала, пока была небольшая деревянная пермитка, она её собрала, потому что она это всё делала, и тогда сурдолог нам тоже ничего, он говорит, ну, такой вот, как бы там, всё у неё хорошо, со слухом всё хорошо, сделать электроэнцефалограмму, и тогда мы поехали в первый раз делать электроэнцефалограмму к Дубскому, у которого мы продолжаем до сих пор её делать, это вот первый наш врач, и тогда на электроэнцефалограмме он ничего не нашёл, он сказал, ну, там что-то какое-то лёгкое, но это как бы всё очень быстро корректируется, я ему тогда сказала, что нам назначили цереброкурельную, и он сказал, что проколить это отличный препарат, как бы у неё всё стабилизируется. Знаете, ещё у мам, особенно детей, я думаю, что это у всех, напишите, пожалуйста, если это так, у нас, вот, особенно у которых вот аутизм, ЗПР, да, что вот мы сейчас это проколем, проделаем, и всё, и она станет классно, у нас такие вот, есть лживые надежды и наши какие-то амбиции, да, по этому поводу, которые потом не получается так, как мы себе сами запрограммировали, и потом мы нервничаем и вгоняем себя в какую-то депрессию. Так вот и я, да, я уже говорила, что нам прописывали когитом, у нас тогда была другая страна, Украина, я заказывала подруге, она мне из Москвы привезила, это прямо, вы знаете, вот для меня оказалось, что этот препарат так тяжело достала, она, как бы, ну, нам его прописали, да, она там должна была приехать только к концу лета, она вот привезла нам столько, сколько надо, я от этого препарата просто ожидала чуда, это лишь я сама себе это придумала, вот я себе нарисовала вот это чудо, да, и в это свято верила, и когда этого чуда не произошло, вы знаете, я вам даже не могу передать, какую депрессию я просто впала. Мне был свет белый немил, мне ничего не хотелось, я не замечала красоты вокруг, я жила просто как робот, я вообще не понимала, в каком направлении, куда двигаться, ведь тогда, когда у Камилки вот это все зарождалось, такого потока информации, который есть сейчас, его не было, и благодаря блогерам, да, которые начали снимать это все, рассказывать, посты писать, да, появилась какая-то об этом информация, а раньше такой информации вообще в таком количестве, да, не было. Мы ее оформили в специализированный садик, да, и она в первый год ходила ничего, так нормально, хотя сравнивать ее с прошлым состоянием, как она была, и то состояние, когда у нее было на тот момент, мне казалось, что, блин, это же какой-то просто капец, это катастрофа, что делать, что с ребенком будет. Никто не ожидал, что будет с ней дальше, это для нас был вообще полный трэш. Первое, что у нее началось, это анонирование, вот, активно, очень сильно, мы не знали вообще, как с этим бороться, потом у нее началось где-то постепенно-постепенно, вот ее стим, этот стим у нее уже давно, полотенце уже несколько лет, это самый безобидный стим, потом у нее начались хлопки себя по голове, да, и потом к ней пришел вот этот самый нехороший навык, это кусать себя. Это, наверное, самоагрессия к себе, это, наверное, самое страшное, и, ну, неважно к себе, там, к другим, да, что очень тяжело убирается, и, и как бы если этот навык есть, вы знаете, даже если вы его подкорректируете, я уже поняла, у нас был момент, когда она себя месяца в три или четыре не кусала, не била, но потом он все же возвращается, я вообще не знаю, как вот этот вот навык сделать так, чтобы он к ней вообще не возвращался. И еще, что плохо, что у Камилки и на радость также, да, она проявляет, кусает и бьет себя, и на боль тоже, вот это вот у нее такое вот проявление. Хотя бы, если бы на что-то одно, то, в принципе, можно было бы с этим быстрее справиться. Я, вы знаете, жила просто в каком-то тумане, еще раз повторю, что для меня свет был немил, я сейчас смотрю на те фотографии, я не говорю, что я красавица, да, я нигде об этом не кричу, не говорю, а красота у каждого своя, у каждого свои параметры красоты, да, поэтому, ну, я настолько плохо выглядела раньше, что, честно говоря, страшно взглянуть на те фотографии, потому что мне было все вообще пофигу. Вот, жила просто как робот, да, я вообще не понимала, в каком направлении мне двигаться, я закрыла. Бывали такие моменты, когда я неделями из дома не выходила, потому что мне было страшно выходить, скажем так, в такой вот большой мир, в яркий свет. Я не любила светлую одежду, я не любила косметику, я не любила ничего, да, мне хотелось быть страшнее, быть дурнее, еще желательно не мытой, да, какой-то вот такой вечно ворчливый. Наверное, у многих в представлении, да, если ты мама особенного ребенка, то ты должна быть вечно задолбанной, вечно в каких-то проблемах, без времени, без любви к себе, без ухода к себе и так далее, да. Вот, наверное, вот я почему-то себе вот такое вбила в голову и с этим не жила, вы знаете, вам хочу сказать, даже мне страшно вспоминать то время, спасибо огромное моему супругу, который, знаете, проявил такое мужество, такую терпеливость, он меня вытащил просто из этого дерьмового состояния, так говорит о, вы знаете, о нем как бы как об очень человеке хорошем, который понимает, да, насколько мне было тяжело, и когда я на кого-то там кидалась, как шавка, знаете, там пищала, орала, визжала, он всегда говорил, да вы попробуйте пожить как бы вот с таким ребенком, вы же понимаете, и тяжело, он всегда как бы вгораживал меня, за что я ему безумно благодарна, здесь очень важно, чтобы была поддержка близкого человека, и когда многие вот люди пишут в комментариях о том, что ему это когда-нибудь надоест, и он уйдет, да, потому что, ну, в семье неблагоприятная обстановка, я вам скажу одно, что в семье может быть любая обстановка, и это не зависит, особенно у тебя ребенок, или не особенный ребенок, я сейчас могу об этом сказать с уверенностью, ну, а сказать свою личную точку зрения, да, я ее никому не навязываю, но вот я понимаю о том, что когда вот только мелкие-то все остановилось, я была просто как овчарка, я орала, я визжала, я была нервно-психически больной, мне самой надо было к психиатру идти лечиться, честно говоря, вот мой муж это все выдержал, да, он меня тогда не бросил, вот в эти моменты очень многие семьи и расходятся, здесь очень важно понимать, да, и благодарить своего мужа, который вот это все так мужественно выдержал, я очень благодарна своему мужу, потому что я там орала, я подам на тебя на развод, я его выгоняла, я сама уходила, до чего только просто не было, и вот сейчас, когда у меня уже более осознанно это все, да, приходит свежая, скажем так, голова, без вот этого вот негативизма, я сейчас понимаю, что мы, женщины, в первую очередь, это все тоже провоцируем сами, я согласна, что бывает, где-то и мужчины провоцируют, но как бы провокаторы и женщины, и мужчины, вот на тот момент была провокатором я, но спасибо моему мужу, что он понял, вошел в положение и вытащил меня из этого дерьма, в котором я была. Мужья не уходят из семьи, я вот раньше говорила, да, вообще, опять-таки, это внушение других людей, да, а мы как стадо баранов за этим следуем, что вот если в семье рождается особенно ребенок, то мужья уходят. У меня есть прекрасный пример семьи, в котором сына 21 год, он чудит тоже, муж ее не бросил и не собирается бросать, это проблема их общая, и они с ней прекрасно справляются. То есть здесь очень важно еще понимание между супругами, если этого понимания нету, и муж от вас уйдет, или вы от него, да, даже если у вас нету особенного ребенка. Поэтому я вот смотрю статистику, чаще всего в разводах, да, это семьи, в которых нет особенных детей. Прекрасный пример, например, Люда с Андреем, у нее сын Ярослав, вот Андрей, он молодец, он поддерживает постоянно Люду, у них прекрасные семейные отношения, да, Аня, у нее Дениска сын, да, Игоря, они вообще знали, что у них родится такой особенный ребенок, и он его любит, и я смотрю, вот Аня выставляет фотографии в Инстаграме, да, там, или сторисы, с какой любовью Игорь смотрит на Дениску, честно. Вот они вот не обижаются, но мое личное мнение, что Игорь прямо вот от души, с такой любовью, да, вот смотрит, и это прекрасно, ведь он тоже Аню не бросает, Андрея Люду не бросает, за то, что у них такой ребенок родился. То есть, ребенок особенный, это не прикрада для прекрасных отношений, это не повод для разводов, повод для разводов, это непонимание между супругами, да, вот в тот момент, как я себя вела, другой мужик, который бы не любил меня, не любил бы детей, он, наверное, бы ушел, и это было бы логично. А когда человек любит, он из любого дерьма друг друга вытаскивает, потому что у Лехи тоже были проблемы с работой, я уже рассказывала, что я с большим пузом тоже работала, как проблема с работой у его отца, а так как он работает на своего отца, да, вот проблемы случились и у него, я, несмотря ни на что, я работала с большим пузом, как бы вот в семье, наверное, так и должно быть, когда у кого-то что-то, чтобы второй всегда мог подать руку помощи, и тогда это будет прекрасная семья. И я вас очень прошу, будьте просто людьми и не пишите о том, что вот он обязательно уйдет. Вот, если от вас ушли мужья, это не означает, что уходят они от других, а если они от вас ушли, да, то вы задумайтесь над тем, что вы творите, потому что когда я задумалась над тем, что я творила, вы знаете, если бы он ушел, он бы был прав, я вам скажу это честно. А потом мне еще, знаете, еще такое вот очень неприятное, но вот хочется, знаете, по максимуму поднять какие-то темы, да, а когда меня часто пишут, особенно в ютюбе, мне прям унижали, да, раньше я очень переживала, плакала, нервничала, что вот какая ты страшная, у тебя шнобель огромный, фу, с таким голосом пропитым, прокуренным, ты там вещаешь на весь мир, да, заткнись ты уже, забейся, страхай, ну, матами, да, там, жирно и так далее. Действительно, знаете, ты себе рисуешь вот такую вот картину, что ты страшный, что ты никчемный, и голос у тебя хреновый, ты же сама как бы понимаешь, да, что тебе голос не нравится. И в этот момент такие низкие люди тебя просто вводят в еще худшую депрессию, чем, наверное, особенно ребенок, потому что вот мы настолько подвластны осуждению извне, что мы это все примеряем на себя и себя просто загоняем в какой-то тупик. И когда я из этого опять-таки состояние просто выбралось, да, я начала понимать о том, что Бог меня создал такого, какая я есть, я вот такая, да, и вы знаете, что я в своих видео могу выйти не накрашена, не причесана, я такая, какая я есть, и я себя такой полюбила. И вы знаете, мне пришло такое вот осознание, что умный человек, да, человек с целями, человек, достигший чего-то, человек образованный, я всегда такой пример привожу, он никогда не позволит себе такие оскорбления, потому что оно это действительно очень нетактичное оскорбление, человек себе не выбирает внешность, только если не делает пластику, да, вот, каким он родился, такой он и есть, и когда начинают проходиться по внешности, это просто удел низких людей, ведь здесь нужно задуматься над тем, что, знаете, стоят ли эти низкие люди вашего внимания, зачем, зачем опускаться до их уровня, но это приходит осознание тогда, когда вы себе поставите установку полюбить себя, принять себя такой, какая вы есть, смотрите постановочное видео, да, вот вернемся к началу видео, могла бы накраситься и выйти к вам, но я вышла такая, какая я есть, вот, с таким шнобелем, я его люблю, с такими глазами, вот, с такой рыхлой кожей, да, там, вот, как мне вот пишут, я вот такая вот вышла, знаете, почему, потому что я себя именно такой полюбила, и полюбите себя, и тогда вот, вот эта вся низость, это очень тяжело, вы знаете, согласна, не обращать на это внимания, но возьмите вверх над этим всем, и тогда вы поймете, насколько это низко. А, знаете, я хочу сказать огромное спасибо моему зрителю, это одна из моих первых зрителей, Люда, она мне постоянно говорит, да не обращай на них внимания, ни того не стоит, она мне постоянно голосовые такие отправляют в WhatsApp, и такие, а за полтора года она мне в бошку это вбила, и, наконец-то, я это начала понимать. Знаете, очень многие мамы, особенно деток, когда начинают что-то делать, и вот это вот стадо баранов, осуждающих извне, начинают ее клевать, да, и она это забрасывает, и начинают вот жить в такой вот, знаете, закрытой жизни, не развиваясь, не делая что-то, да, забывая о себе. Я вас очень прошу, не делайте так, вы достойны всего самого лучшего, почему такое понимание, если у тебя особенный ребенок, ты не можешь вести YouTube-канал, например, да, как мне пишут, что ты тратишь время на видео, иди занимайся с Камилой. Но я уже тоже такое приводила, приведу его еще раз. А, например, маму, которой трое детей, но здоровых, да, она может вести, ведь ей тоже надо с ними заниматься, кто-то из них может какой-то предмет не тянуть, да, ей надо его подтягивать, но тем не менее она работает. Просто, если снимают видео в Instagram, в TikTok, в YouTube, почему она имеет право развиваться, а мама особенного ребенка на это не имеет права. Так вот, я прошу мам особенных детей, да, начинать развиваться, и тогда ваша жизнь начнет идти по-другому, в лучшую сторону. Я знаю, что очень много, к сожалению, но опять-таки они в таком состоянии находятся, да, я сама такая же была, я все говорю из своего опыта. Мам, когда они начинают осуждать, обсуждать других мам. Вот, вот так это дура не делает, это вот так не делает, да, на чокнута они так занимаются, надо заниматься, как я, я, да вы что, я последняя буква в алфавите. Понимаете, для того, что, знаете, правильно говорят, когда начинают кого-то ребенка осуждать, и говорит, там, они воспитаны, вырастите своего идеального и покажите, да, ведь, ну, другой человек в вашем ребенке найдет, что вы что-то делаете не так, поэтому осуждать и обсуждать здесь не стоит, и это очень неправильно. Еще подавляет, знаете, наверное, хочется сказать, что когда, я знаю, что многие мамы, особенно деток, они закрывают на этой стадии свой канал, когда им пишут, у меня очень часто такое пишут, посмотрите вот на тот канал, что делает мама, посмотрите вот на тех деток, посмотрите на того папу, посмотрите на того. Зачем сравнивать, да, я этого не понимаю, и принципиально на эти каналы не хожу, не смотрю, мне это неинтересно, потому что у меня своя жизнь, своя история, да, свои проблемы, и оно сравнивать, это, наверное, очень неправильно. Например, на одном дереве растут яблоки, какие-то будут более сладкие, какие-то более кислые, но они растут на одном дереве, как так. Так же и дети, да, у них один и тот же диагноз, но всё разное, и опыт той мамы мне будет не нужен, да, и зачем сравнивать, и когда вот так начинают сравнивать, ты себе психологически, да, ставишь какой-то барьер, что ты хреновая мама, что ты не до конца занимаешься, что ты не так делаешь, да, что надо вот и би, и диеты, диета, вот как мне постоянно пишут, да, даже не понимая того, что мы на той безглютеновой диете сидели тогда, когда вы ещё даже о ней не слышали, вот, и что она никакого результата не дало. Четыре месяца ребёнок сидел без сахара, тоже результата никакого не дало, всё очень индивидуально, И справедливый, честный человек, он это всё всегда понимает. А человек, которому обу что ляпнуть, чем задеть, он этого не поймёт. Я благодарна людям, которые советуют, не навязывая, например, от души. Он говорит, ай, попробуйте диету, или вы пробовали диету. Вот у кого-то там она пошла, попробуйте, может, и вам пойдёт. Вот такие советы очень даже вдохновляют, и с такими людьми хочется общаться. Вообще, я советую мамам, особенно детей, постоянно обучаться. Для меня это вдохновение, я читаю постоянно мотивационные книги, и сейчас нашла в себе силы, я пошла обучаться на марафоны различные. Да, это очень тяжело, потому что очень много задают, очень большой поток информации, но мне хочется развиваться, я хочу развиваться, я хочу стать лучше, у меня есть цель, и я иду к своей цели, и мне вот это вот всё, что там творится, мне оно не должно мешать. Также мамам советую идти к своей цели и прекратить вот эти свои осуждения и обсуждения. Почему? Потому что найдутся другие мамы, которые осудят и вас тоже. Не забывайте об этом, потому что и раз вы падаете до такого, то найдутся, кто упадёт, что будут осуждать и обсуждать вас. Это по личному опыту вам скажу. Примите, полюбите себя, примите своего ребёнка, живите с ним в комфорте, да, и тогда, поверьте вам, становится легче. Мне мама одного ребёнка особенного написала, знаете, можно же написать по-разному, например, Аита, а вы делали МРТ? Далее сделайте МРТ. Чем сидеть себе, косметику покупать, лучше бы сделала дитю МРТ. Ну, во-первых, я дитю уже делала МРТ, да, и МРТ ничего не нашло. Потом, когда мы надумали делать ещё раз МРТ, началась пандемия. Потом мы надежденно бесплатно хоть раз что-то бесплатное МРТ, и мы посчитали, что нам платное дешевле, в общем, ко всему-ко всему, или ещё, знаете, как говорят, всему своё время, да, значит, нам тогда не нужно это было делать. И вот, иншаллах, мы 22-го поедем на МРТ. То есть по-разному можно один и тот же вопрос формулировать, и когда вы формулируете его в первом, да, случае, просто задавая вопрос, то есть вы получаете ответ, а когда вы его начинаете задавать в плане упрёка, вы получаете такой же ответ. ответ, я такой человек, что не промолчу. Я уже, конечно, там у меня есть несколько штук людей, которых я уже игнорирую, я уже не пишу, я вначале писала, тратила свою энергию, да, но потом я поняла, что они этого не достойны, и зачем я буду свою драгоценную жизнь тратить на них, ведь жизнь, она коротка, она прекрасна, и не нужно её тратить на людей, которые тебе не приносят радости и пользы. Нафига эти люди, нам нужно, мы должны общаться с тем кругом людей, да, которые нам приносят радость и вдохновение, пользу, не в плане там материальном или каком-то, а духовном. Это очень важно, ведь самое главное – это духовная польза, а не материальная. И тогда вы будете в гармонии. Ох, вздохнуть хватит, оно как на одном дыхании, знаете, вот. Хочется, знаете, сказать, что ищите выход из этой ситуации, не втаптывайте себя, потому что это действительно, ты загоняешь себя, втаптываешь вот в ту грязь. Я хочу, чтобы вы все стали счастливы, да, потому что мама, особенно деток, они самые сильные, но они и самые уязвимые, и самые жестокие. Я об этом говорила, я буду говорить, потому что по личному опыту я это все знаю. Прекратить вообще осуждение, обсуждение, да, сравнивание. И еще, знаете, когда мне мама однажды говорила, что вот я горжусь, что я вывела ребенка из аутизма, но это неправда, потому что это можно подкорректировать. Если бы вы его бы 100% вывели бы, вы бы уже получили бы такую премию, и ваш этот опыт бы перенимали международные какие-то организации, да, и вы бы сами бы не молчали бы об этом. А так, знаете, или другой вариант у вашего ребенка, там совсем что-то легкое, не связанное вообще никак с аутизмом, то это тоже неправильно. И второе, наверное, последнее, да, что я хочу затронуть, много-много раз это я затрагиваю, по поводу, если вы начали вести свой блог, инстаграм, тикток, ютуб, да, именно о жизни с особенным ребенком, я вас прошу быть максимально честной, я знаю, что будут вам встречаться комментаторы, как и у меня, в плане, зачем это снимать, зачем это показывать, что я нарушаю права ребенка, но тогда вообще не стоит на эту тему снимать видео, потому что, ну, такие видео, они не информативные, не честные, да, вот это тогда уже будет хайп. То есть, по-другому я это назвать не могу, это мое личное мнение, никого не хочу обсуждать, обсуждать, но вот лично мое мнение, если я собралась, если я открыла, если я начала, то мне нужно показывать все всегда, в каком она состоянии. Поэтому, ребят, самое главное, это гармония с собой, и тогда ваши семейные отношения и ваша жизнь, она приобретится в лучшую сторону, и вы даже будете получать кайф от облаков. Я сейчас, когда еду, я, получая кайф, просто смотрю просто на облака. Я раньше этого не замечала, потому что я была постоянно в напряжении, постоянно в негативе, и был такой момент, когда вот на меня подавляющее большинство мам, особенно деток, они самые такие, которые могут затоптать, втоптать. это в начале становления путей в блогерство, что вот так ты делаешь, вот так надо, вот так неправильно, вот так и ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А вы знаете, в один момент я себя взяла в руки, просто их вычеркнула из своей жизни, и осталось подписано только на два канала особенных деток, с которыми я близко общаюсь, переписываемся с ними постоянно. И комментаторов мам таких особенно деток я вычеркнула из своей жизни, потому что они ни к чему хорошему не приходят. Я вам всем желаю добра, я вам всем желаю позитива, я вам всем желаю гармонии, тогда у вас все получится. Ну а те, кто спровоцировал уход семьи своего мужа, да, своим таким поведением, подумайте над этим и не пишите другим людям, что обязательно их мужья тоже уйдут из семей. Вот подумайте над собой, ведь правильно говорят, да, что нужно подумать, переосмыслить, и тогда вам все станет, ваша жизнь, ваши действия на свои места. Спасибо вам огромное, что вы смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, обязательно пишите комментарии, и всем пока-пока.